Но зарабатывают косметологические салоны не только на ленивых, но и на нетерпеливых, особенно весной. Когда холода прошли, шубы и пуховики отправились в спячку, а межсезонный гардероб выставляет на показ все больше хозяйской натуры. Как и многие, Галя, Юля и Настя проверят на себе три способа загореть без единого солнечного луча. А потом их обследуют профессиональные дерматологи, которые высветят и темную сторону каждого метода, если таковые есть. Жребий на автозагар выпал Анастасии. На несколько минут ей придется закрыть грудью амбразуру аэрографа. Моментальный загар наносится специальным распылителем всего за четыре минуты в комнате без единого окошка. Но зрительный эффект должен быть как после отпуска на экваторе. Юля отправляется в более привычный солярий. Под мощными лампами девушка проведет 7 минут. А вот Галине выпал жребий, на который она и не знает, как реагировать. Радоваться или завидовать соперницам? Ведь инъекция загара – это пока слишком новая процедура, о которой больше споров, чем проверенных фактов. Вот и разберемся. Замечательный новый препарат «Меланотан» активирует мелатонин для загара без солнца. Через день первый дерматолог осматривает побывавшую в солярии Юлию. Солярий он старит. Цвет кожи не вот этот вот красивый, солнечный, а какой-то серовато-землистый. И сразу видно, что он неестественный. Стоит знать также и о результатах исследований онкологов из университета Миннесоты в США. За три года они обследовали 2000 человек в возрасте от 25 до 59 и выяснили, что клиенты соляриев болеют самой опасной формой рака – меланомой – на 74% чаще, чем те, кто искусственные солнечные ванны никогда не принимал. А как дела у Галины, которые сделали инъекцию загара? Это была самая дорогостоящая процедура и, кажется, самая бесполезная. В вашем случае это была бесполезная идея. Галины просто мало пигмента, который определяет цвет кожи. Но это такой тип кожи, поэтому с этим просто надо жить, вот и все. В странах, где такие уколы распространены, их называют наркотиком для Барби. Девушки буквально подсаживаются на иглу, ведь чтобы загар проявился, надо сделать около 10 инъекций. Потом два раза в неделю колоть поддерживающие цвет дозы. В Великобритании, например, их уже запретили, так как дают о себе знать все новые побочные эффекты – тошнота, рвота, головокружение. А в России этот препарат стали продавать даже в виде порошка и назального спрея. Ну и, наконец, Анастасия. Ее искусственный загар действительно эффективен. Оттенок кожи у вас очень красивый. Но, пожалуйста, посмотрите на экран. Видите, какое количество черных точек мы с вами видим в увеличенном размере? Они появились после того, как вы нанесли на кожу автозагар. Анастасия.